Добрый вечер! Это новости седьмого канала в студии Горгий Оргиан и коротко о главных событиях дня. Купаться запрещается, ни один Красноярский пляж не получил разрешение на работу. Паспорта фасадов для частных домов отменили. Теперь внешним видом многоэтажек официально занимается фонд капремонта. Я считаю, что деньги должны вернуть. Что делать тем, кто уже все отремонтировал за свой счет? За чистое небо. Суд признал незаконным запрет мэрии на митинге экоактивистов. Симфонии Чайковского и Григо под открытым небом. Прямое включение с концерта на траве. Итак, все Красноярские пляжи работают без разрешения. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. По их данным, ни один из владельцев зон отдыха не обратился за санитарным заключением. А без него принимать отдыхающих по закону нельзя. С этим документом они обязаны проводить исследования воды, в том числе питьевой и песка. Но заявление до сих пор не подали владельцы озера парка Емельяновская, пляжа Бархатны, мест отдыха на Абаканской протоке и на Татышеве. Кстати, этот пляж обещают официально открыть уже на днях. Завтра специалисты приедут осматривать береговую линию. Если все пройдет по плану, разрешение получат уже на этой неделе. Паспорта фасадов, возможно, будет оплачивать фонд капремонта. Накануне на сессии Горсовета депутаты приняли новые правила оформления дома. Фактически они на время освободили жильцов от обязанности платить за паспорт фасада. Но вернут ли деньги тем, кто уже сделал документ за свой счет, расскажет Елизавета Мерзлякова. Мой подвал в помещении дома. Мне вот с декабря месяца приходит платеж за паспорт фасада. Я его не оплачиваю, но они говорят, тогда ты будешь еще и пенью оплачивать. Подвал в многоэтажке в собственности у Михаила уже 10 лет, но про паспорт фасада заговорили только перед универсиадой. Владельцев нежилых помещений в доме потребовали 55 тысяч за новый стиль здания. Управляющая компания заявила, жильцы на собрании решили, пусть платят бизнесмены. Отдано на лодку управляющих компаний и нигде строго не прописано, каким образом должно производиться финансирование данной строки. То есть тебе в платежке выкатывают 5 тысяч. Михаил за свои деньги убрал вывеску с фасада, но за отказ платить за новый документ стал получать пенни. По 100 рублей каждый месяц. Десятки домов мучаются с паспортами фасадов. Например, у этого на Маркса, по словам жильцов, управляющая компания специально сняла со счета 20 тысяч за разработку документа. Но процесс затянулся, прошло несколько месяцев, а паспорта фасада до сих пор нет. Накануне на сессии депутаты изменили правила. С этого момента паспорт фасада дому нужен, если предприниматели сами захотят разместить рекламу и вывески на здании. Оплачивать будут за свой счет. Второй случай, если дом стоит в программе капремонта. Деньги на паспорт фасада будут брать со счетов фонда. То есть получается, что некоторые жильцы попросту заплатили зря. Я считаю, что деньги должны вернуть. Вот я видела этот паспорт фасада, он типовой паспорт. Потратили и бюджетные деньги. Идея с паспортами появилась при подготовке к универсиаде. Из полутора тысяч запланированных паспорта фасадов сделали всего 100 домов. А теперь власти передумали. Документы отменили для частных домов, объектов культурного наследия, деловых и административных центров. А сейчас в этих же исключениях сами и оказались. В итоге десятки миллионов рублей бюджетных потрачено зря. Это все популизм чистой воды со стороны администрации, что надо утвердить некую бумажку и город станет красивее. Теперь закрепить паспорта фасадов за фондом капремонта должно правительство края. Но и тут появляется проблема, считают в фонде. Чтобы добавить паспорт фасада в перечень работ, придется пересчитать минимальный взнос, который платят жители. В разных регионах нашей страны разные виды работ включены. Но я говорю, что это повлечет за собой дополнительное увеличение взноса, потому что на какие-то средства это нужно производить. При этом непонятно, зачем увеличивать взнос, если на счетах фонда лежат миллиарды неиспользованных средств. В любом случае красноярцам остается надеяться, что понятие паспорта фасада на время уйдет. А тем, кто уже потратился, судя по всему, денег уже не вернуть. Елизавета Мерзлякова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Ну а крышу проблемного дома на Красрабе закроют в ближайшее время, а договор с подрядчиком расторгнут. Накануне мы рассказывали, как пятиэтажку оставили без ремонта. Кровлю над первым подъездом разобрали еще в конце апреля. На этом работа остановилась. Подрядчик скандально известный «Экспострой» оставил в подвешенном состоянии еще около 50 домов в Красноярске. Причем работы в большинстве многоэтажек компания начала еще в прошлом году. Теперь «Экспострой» допустят только до тех домов, где работа близится к завершению. Для остальных объектов найдут новых подрядчиков. На сегодня принято решение по тем именно открытым крышам, по какому графику они будут закрываться. Сегодня уже приступаем к закрытию этих крыш. Открыта одна крыша физически у нас полностью. К ней сегодня приступаем. Где частично локально открыты технологические окна у нас на сегодня. Но в ближайшие дни они тоже будут закрыты, либо устранены замечания. Договор также расторгли с компанией «Тепло Сибири». Они должны были отремонтировать 38 домов. Материалы дела направили в УФАС в проблемном списке и организация, которая занималась только фасадами. У НТП «Прогресс» еще в прошлом году закончилась лицензия на работу с объектами культурного наследия. Сейчас вопрос решают юристы. В целом капитальный ремонт в этом году власти хотят сделать максимально открытым. Отчитываться о работе мэрия собирается каждую неделю. В плане по Красноярску больше 700 домов. На 120 объектах ремонт уже закончили. А сейчас о тех, кому капремонт уже точно не поможет. Три десятка семей не могут добиться экстренного переселения из-за военного жилья. Специальная комиссия признала здание непригодным для жизни. Однако власть обещает выдать новые квартиры только к 2034 году. При этом дом уже начал разрушаться. Подробности истории в сюжете Дениса Козлова. Кирпич вот в таком состоянии. Отслаивается. Он весь по периметру всего дома. Всего дома, да. Всего дома. Дом на Малиновского строили как жилье для военных. Максимальный срок службы у таких временок 30 лет. Простоял он уже в два раза больше. Стены стали разваливаться, дом признали аварийным. Вот только очередь на переселение растянулась на 15 лет. Жильцы несколько раз заказывали экспертизу у специалистов, чтобы доказать властям, жить тут опасно и переезжать надо немедленно. Первое обрешение произошло 21 июня 2018 года. Проведена экспертиза 1-27 октября 2018 года. Следующая была проведена уже после признания дома аварийным. Но теперь руководство города, Логинова, Короткова и остальных, не устраивает эта экспертиза. Сейчас просят другую, которая стоит уже 100 тысяч рублей. Денег управляющей компании нет. Вместо благоустроенной квартиры власти предлагают переехать в муниципальное жилье и там ждать своей очереди на переселение. Правда, такой вариант мало кого устраивает. Предложили всем переселиться в маневренный фонд. Маневренный фонд – это общежитие. На человека, как они говорят, рассчитано 6 квадратных метров. То есть это 12 квадратных метров на семью. То есть мне нужно будет либо мебель завести в эти 12 квадратных метров, самому жить на улице, либо самому заселиться в эти 12 квадратных метров, а мебель выкинуть на мусор. Переезжать некуда, а оставаться в полуразрушенном доме опасно. Причем не только из-за ветхого состояния. Я думаю, все помнят, к чему привел взрыв всего лишь одного газового баллона на Кандагарской. Так вот, дом на Малиновского газифицирован полностью. И местные жители переживают, что одного хлопка хватит на то, чтобы здание развалилось буквально на кирпичики. В администрации говорят о проблеме, знают, но ничего поделать не могут. Денег в бюджете нет. Единственная надежда – на резервный фонд. Оттуда чиновники могут взять средства, но только на то, чтобы подремонтировать здание. Тогда, возможно, дом какое-то время еще простоит. Знаете, комиссию можно проводить и одну, и две, и пять. Но все равно мы сразу денег столько не найдем. Там 34 квартиры. Даже если 34 квартиры, примерно, мы называем в среднем, на 3 миллиона, это получается 100 миллионов нужно у кого-то где-то забрать и перенести. Поэтому сейчас мы хотим сделать следующее. Все-таки попасть в федеральную программу по переселению, которая сейчас будет формироваться. Ну и федеральная программа поможет вряд ли. Таких домов по городу сотни. До 2024 года все расписано. Всего за время действия программы до 2024 года в городе Красноярске планируется расселить 236 аварийных домов, признанными таковыми, до 2017 года. Всего планируется переселить около 6 тысяч человек из более чем 80 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Вне очереди пропустят, только если здание в прямом смысле слова развалится. Сами жильцы надеются, что в этот момент их дома по счастливой случайности не будет. Денис Козлов, Павел Иваницкий, 7 канал. Большинство красноярских предприятий поймали на экологических нарушениях. Проверку провела природоохранная прокуратура. По ее итогам лидером среди заводов-нарушителей стал Русал. У предприятия в 40 раз превышены нормы выбросов бензопиена, вещества, вызывающего рак и генетические мутации. Среди нарушителей также КроссТек и Монолит Проект. У них вообще не было разрешения на вредные выбросы. В черный список прокуратуры попали также ХМЗ и завод Красноярский цемент. У них возникли проблемы с газоочистными установками. Предприятия получили 18 штрафов от 1000 до 85. И сегодня стало известно, что Русал собирается оспорить итоги проверки в суде. В пресс-службе предприятия рассказали, количество бензопиена в воздухе около завода не превышало предельно допустимой концентрации. Проверка прошла в феврале. После оглашения результатов руководство предприятия сразу обратилось в суд. Разбирательства по делу еще не закончены. И еще об одной проверке. Большинство надувных батутов в Красноярске опасны для детей. К таким выводам пришли общественники из Совета отцов Красноярского края. Вместе с экспертами они провели рейд по надувным комплексам города. Результаты неутешительные. Практически нигде не соблюдаются элементарной нормы безопасности. Сами батуты закреплены ненадежно. Специальных ограждений вокруг нет. А лекарства в аптечках у комплексов просрочены. Хорошую оценку из всех батутов самую лучшую заслужил только один. У ТРЦ Красноярья. Потом с нами созвонились владельцы батутных комплексов. По-разному разговор складывался. Начинался, как правило, с претензий со стороны владельцев. Но, опять же, помнят то, что наша цель не карательная, а именно гражданская. То есть напомнить, обратить внимание. Когда мы им это объясняли, то есть люди действительно... То есть многие говорили, ой, я сам отец там, да, я тоже понимаю, как бы, о чем вы говорите. Через две недели Совет Отцов перепроверит все точки. Если предприниматели не отреагируют на замечания, общественники обратятся в контролирующие органы. Однако, кто в городе конкретно отвечает за безопасность детей на батутах, нашей редакции выяснить сегодня не удалось. Ни Роспотребнадзор, но ни Ростехнадзор этим не занимаются. За батутами, как выяснилось, никто в городе не следит. Напомню, в Красноярске за последние годы такие происшествия случались несколько раз. Последние на дне города. Если у вас есть новости, пишите на вайбер и ватсап седьмого канала, номер 8-391-2900-333. Мы постараемся помочь. Вандалы испортили скульптуры в Гвардейском парке, это в Зеленой Роще. Фигуры солдат Великой Отечественной войны стоят там всего 4 года, но стали объектами атак хулиганов не впервые. В этот раз неизвестно отломали пальцы у трех скульптур. К этим памятникам часто приходят ветераны почтить память погибших в сражениях. В День Победы в парке всегда многолюдно. Сейчас полиция выясняет, кто испортил скульптуры. Сегодня нам Юрий Акулов, скульптор, который делал эти фигуры, посчитает ущерб, чтобы нам и в полицию предъявить, соответственно, для их работы, и самим понимать, как нам изыскать следствия, чтобы их остановить. Обязательно они будут восстановлены. Суд признал незаконным запрет мэрии на митинги за чистое небо. Напомню, в марте активисты подавали заявку на проведение пикета на Красной площади. Но чиновники им отказали, ссылаясь на то, что в это время центр будет занят другими мероприятиями. После экоактивисты получили еще два отказа и обратились в суд, который администрация проиграла. О других новостях в двух словах расскажем далее. На Вантовом мосту сегодня появилась разметка. В центре переправы нарисовали две специальные полосы для велосипедистов. По ним они могут двигаться в сторону острова или в центр. Крайняя левая и крайняя правая полоса предназначены для пешеходов. По дворе на железнодорожников ночью сгорели три машины. Первая полыхнула Мазда, после огонь перекинулся на соседние Ниссан и Форд. Первый автомобиль выгорел полностью, другие сильно повреждены. Очевидцы предполагают, это был поджог. Официальная версия пока неизвестна. Избирком назначил повторные выборы в горсовет по одномандатному округу номер 4. Там в прошлом году победил кандидат против всех. Колосование пройдет 8 сентября. Тогда же жители края выберут и депутатов ЗАГСобрания. Красноярские дворники смастерили пылесос из мусорных баков. Сотрудники САТП уверяют, самодельная машина не уступает мощности зарубежным, но обходятся в разы дешевле. Конструкторы хотят поставить в установку более мощный двигатель и облегчить саму тележку. Уменьшить тарифы на вывоз мусора, сократить количество несанкционированных свалок и расширить и строить полигоны. Это планы Министерства экологии по реализации мусорной реформы. Ее первые итоги сегодня подвели в правительстве. Тему продолжит Елена Саткеева. Мусорная реформа стартовала 1 января по всей России. В Красноярске региональные операторы оказались не готовы к первым же новогодним праздникам. Телезрители ежедневно отправляли к нам в редакцию фото и видео, где было видно, что даже контейнеры чаще всего не было видно под горой мусора. Сейчас ситуация, конечно, улучшилась, но очевидно, что нам еще есть над чем работать. С начала года региональные операторы не раз становились участниками скандала. Горожане жаловались, с их дворов воруют контейнеры, раздельная сортировка обходится в три раза дороже обычной, а несанкционированных свалок становится только больше. В феврале в 30-ти градусный мороз красноярцы даже вышли на митинг. Тогда власти объяснили все неопытностью операторов. Реформа идет непросто. Собственно говоря, никто и больших успехов вначале не ожидал, коль скоро этим путем мы двигаемся впервые за всю нашу новейшую историю. Это характерно и для Сибири, и для Москвы, вы знаете об этом, и в том числе для Красноярского края. Сегодня на губернаторском совете во главе с губернатором Александром Усом подводят первые итоги работы и строят планы на будущее. Край оснащен 33 полигонами твердых коммунальных отходов, остаточной вместимости 13 из которых хватит максимум на 5 лет. Именно поэтому в соответствии с проектом новой терсхемы нам до 2025 года, помимо многочисленных реконструкций действующих, предстоит строительство 19 совершенно новых полигонов. В совете поучаствовали и главы районов края. Со стороны муниципалитета те шаги, которые мы можем сейчас, компетентные, правомощные, мы делаем. Мы свои проблемы озвучили, и отрадно то, что министерство заявляет о том, что они заинтересованы в том, чтобы эти проблемы, болезненные вопросы были сняты. Я думаю, что общими усилиями мы к концу года это все разрешим. В целом же на реализацию мусорной реформы правительство страны отвело 3 года, поэтому время наладить работу в этой сфере у края еще есть. Елена Саткеева, Сергей Раков, 7 канал. Через минуту о том, куда может приехать Красноярский театр кукол. Красноярск был основан в 1628 году. Именно тогда дворянин Андрей Дубенский начал постройку острога для обороны от набегов местных племен на месте современного мегаполиса. Эти факты неоспоримы, как и то, что бегущая строка 7 канала эффективна и выгодна. Работает сразу. Размещаете на 3 дня и получаете 2 в подарок. Подробнее можно узнать на сайте trk7.ru и в пунктах приема объявлений. Ну а прямо сейчас в усадьбе Сурикова можно услышать мелодии композиторов-современников сибирского художника. В музее-усадьбе на Ленина под открытым небом играет Красноярский камерный оркестр. Исполняют Григо и Чайковского. Там же работает и мой коллега Илья Филонов. Он на прямой связи со студией. Илья, добрый вечер. Что это за спонтанное представление? Ну, добрый вечер, Горстудия, телезрители. Я нахожу здесь уже 20 минут. И по всему у меня сложилось впечатление, что организаторы хотели передать атмосферу, знаете, с которой бы Суриков с такой же беспечностью в обычный вечер среды слушал классику у себя во дворе. На мой взгляд, удалось. На этот вопрос вам я предлагаю ответить только после того, как послушаете. Это что-то вроде квартирника, как в Советском Союзе, только с музыкой на 100 лет старше. И звучит оно здесь незапрещенное. А посмотрите, сколько собралось народу. Я попрошу оператора показать. Все скамейки и стулья заняты. Люди расположились на ковриках, прямо на земле, на траве, на газоне. И еще интересный момент, когда еще увидишь в такой неформальной одежде сам оркестр, главный дирижер, если у нас получится показать, сегодня в кроссовках и в джинсах. Это тоже забавно. Все полчаса, практически, сколько мы здесь находимся, люди не перестают подходить. Ведь вход сюда сегодня свободный. Но вот только концерт этот совсем не спонтанный. И уж точно не последний в этом сезоне в музее-усадьбе имени Василия Ивановича Сурикова. Рядом сады находится директор Анастасия Березинская, которая нам, собственно, расскажет, чего еще можно ждать. Просим вас сюда. Чего еще можно ждать в этом сезоне летом? На что, как думаете, нужно прийти красноярцы? Добрый вечер, уважаемые красноярцы, гости. Действительно, музей-усадьба Сурикова открыл летнюю площадку. Проект называется «Усадьба Лайф». Мы подготовили очень разнообразную программу для детей, для взрослых. Это концерты классической музыки, это концерты джазовой музыки. В августе ждут наших посетителей. Мастер-классы для детей и для взрослых. Арт-бранч – это новый тоже формат, который мы запустили. За небольшим приемом пищи мы поговорим об искусстве, достанем из коллекции свои работы, которые не всегда представлены в основной экспозиции. В общем, какие-то очень оригинальные авторские проекты сотрудников музея-усадьбы Сурикова ждут в этом сезоне. Две-три ближайшие даты? Две-три. 25 июня совместно с Театром оперы и балета мы анонсируем, в свою очередь, оперу, предстоящую «Ермак», которую все ждут с натяжением, и рассказываем, как Василий Иванович Суриков работал над картиной «Покорение Сибири» и «Ермаком». То есть оперный театр приходит к нам в гости с режиссером, с композитором Чайковским. Так что мы готовим вот такой интересный тоже, очень творческий формат. Спасибо, Анастасия. Ну вот небольшая афиша на предстоящие лета для красноярцев. А я отмечу, этот концерт будет длиться до 8 часов, то есть чуть больше получаса. Кто может живет рядом, успеет прийти. Напомню, вход свободный. И полную афишу, я думаю, мои коллеги уже завтра покажут на сайте Седьмого канала. А у меня на этом все. Студия, вам слово. Илья, спасибо за подробный рассказ. Илья Филонов о концерте под открытым небом. Ну а мы идем дальше. Театр кукол может переехать в новое здание на Мира. Помещение сейчас занимает камерная сцена Театра Пушкина, но в скором будущем туда заедут куклы. Фасад здания как раз недавно отремонтировали, теперь эксперты исследуют помещение изнутри, насколько оно пригодно для Театра кукол. Модернизация ждет также Театр Пушкина, там реконструируют мастерские, а в некоторых учреждениях могут появиться вторые сцены для творческих экспериментов. Реализовать проекты хотят до 2024 года. Деньги получат от Федерации. Я считаю, что как раз Театр должен быть упакован, простите меня за такое сланговое слово, так, чтобы режиссер не ограничивался возможностями Театра, возможностями его машинерия, а ограничивался только тем, что у него есть в его фантазиях. Вот чтобы можно было совершенно делать сумасшедшие какие-то представления, спектакли. Ну а теперь прогноз погоды на 20 июня. Итак, в Красноярске будет облачно, без осадков. Ведер западный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 24. На этом у меня все. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Пишите свои новости на Viber и WhatsApp 7 канала, номер 8-391-2-900-333. Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. С вами был Горгий Аргян. Увидимся завтра, сначала в 12.30, потом в 19.00. Удачи!